МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте и в этом выпуске. Межведомственная комиссия во главе с губернатором Ненецкого автономного округа побывала на границе с Республикой Коми, где работает пост мониторинга. 24 мая стартовало предварительное онлайн-голосование партии «Единая Россия» по выдвижению кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ. В рамках мероприятий, приуроченных Глобальной неделе безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД совместно с юидовцами провели флешмоб с целью напомнить скоростные ограничения. Контроль за состоянием воды в Печоре осуществляется надлежащим образом. В этом лично убедился губернатор региона Юрий Бездудный во время очередного рейда в район Тошвиски на границе с Республикой Коми. Здесь сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды ведут ежедневный мониторинг состояния воды в Печоре. Мобильный пост развернут со вторника 18 мая. В поездке приняли участие представители Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа, региональные СМИ. Абсолютно справедливо жители выражают свою озабоченность, связанную с тем, что, возможно, загрязнение через Кову попадет в реку Печора, от которой питается целый ряд населенных пунктов. Пробы воды берутся ежедневно. Мобильный пост природоохраны будет работать, пока существует опасность загрязнения Печоры. Мы видим мобильный природоохранный пост. Он здесь постоянно работает и в дневное время берет пробы воды. В течение всего дня. В дальнейшем вода исследуется. За то время, которое произошло с момента аварии, не зарегистрировано превышение норм. При этом пост и дальше будет работать, поскольку мы его действительно выражаем серьезную озабоченностью, связанную с качеством воды. На сегодняшний день качество воды не вызывает никаких нареканий. Организовать мобильный пост наблюдения глава региона поручил в связи с утечкой нефтепродуктов на Оржском месторождении. Ежедневно в районе Торшевский забирают пробы воды и передают их для измерения концентрации нефтесодержащих продуктов в специализированную лабораторию Центра природопользования и охраны окружающей среды. На текущий момент за весь период работы мобильного поста мы видим, что фактов загрязнения не было. Есть нормы, которые касаются ГОСТа по питьевой воде и для хозяйственных нужд. Есть нормы, которые подходят для рыбохозяйственных рек. Они более строгие. Это 0,05 мг на десиметр кубический жидкости. На текущий момент этот показатель 0,03 десиметр кубический. Это вода более чем в 10 раз чище той воды, которая по ГОСТам пригодна для питьевых назначений. Результаты ежедневно публикуются на сайте Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Ненецкого округа и в официальных аккаунтах профильного ведомства в социальных сетях. Мобильный пост, он помимо отбора проф, также взаимодействует с администрацией муниципальных образований. У нас на контроле находится вопрос взаимодействия с главой муниципальных образований таких разъемных пунктов, как УСЧИНИМА. И мы понимаем, что на текущий момент там также проявлений радужной плёнки нет. Между тем, по прогнозу Росгидромета, при негативном развитии событий нефтяное пятно достигло бы Нарьинмара ещё 15-17 мая. Но этого не произошло. Благодаря оперативным и эффективным мерам, принятым недропользователям для сбора и сорбации разлитой жидкости. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Предварительное партийное голосование или праймерис партии «Единая Россия» началось 24 мая. Кандидатуры представлены для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы 8-го созыва, а также в депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения единого дня голосования в 2021 году. В Ненецком автономном округе для участия в онлайн-голосовании в качестве избирателей уже зарегистрировалось более 700 граждан. Это составляет порядка 2% от числа всех избирателей. Участие в процедуре предварительного голосования не зависит от членства в партии. Основная идея в том, что, как обычно, партия «Единая Россия» – это единственная партия в стране, которая проводит такие широкие выборы по отбору кандидатов с привлечением всего населения. Независимо от их партийной окраски. И на выборах также участвуют не только члены партии «Единая Россия», но в том числе и беспартийные. Членам других партий нельзя участвовать в праймерис «Единая Россия». По одномандатному избирательному округу для участия в праймерис зарегистрировалось 9 кандидатов. По федеральному избирательному округу – 11. Есть сайт предварительного голосования, отдельно разработанный – pg.ir.ru. И чтобы участвовать в выборах удаленно, через сеть интернет, нужно зарегистрироваться как избиратель. Также все кандидаты регистрируются точно так же на этом сайте, как кандидаты. Можно посмотреть видеоролики кандидатов самих себе и почитать их биографию, жизненный путь и об их работе. Впервые предварительное голосование пройдет в онлайн-формате через портал «Госуслуги» с 24 по 30 мая включительно. Предварительные итоги будут озвучены 1 июня. У избирателей на селе есть возможность проголосовать очно, придя на счетный участок и поставив галочку в бумажном бюллетене. Участки будут работать в 18 населенных пунктах Заполярного района 30 мая. И вновь заболевшие. За прошедшие выходные дни в Ненинском автономном округе зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом. В числе заболевших жители Нарьинмара и поселка Искатели об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ненинскому автономному округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1102 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1088 человек. В стационаре находится один пациент. На амбулаторном лечении 4 пациента с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 15 человек. Напоминаем, что в Ненинском автономном округе действует режим повышенной готовности – масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В избиркоме Ненинского автономного округа наградили победителей викторин по избирательному праву и процессу. Оба испытания прошли в рамках Дня молодого избирателя. Викторина проходила на двух платформах – это радио «Север-ФМ» и на официальной странице избирательной комиссии ВКонтакте. Радиослушателям и подписчикам предлагалось ответить на вопросы по организации избирательного процесса и истории Государственной Думы, о полномочиях наблюдателей и обязанностях членов избирательных комиссий, на знания политических партий и многие другие. В частности, одно из серьезных наших направлений работы – это правовое просвещение избирателей, информирование о том, какие выборы проходят, какие избирательные системы существуют, применяются на различных выборах в стране и в мире. Только что мы завершили два таких серьезных мероприятия – это викторины информационного характера. Много избирателей, много жителей Ненинского округа приняли участие. Мы провели серьезный отбор. В финал вышли 10 победителей. Им вручили благодарственные письма и ценные подарки. Глава региона Юрий Бездудный встретился с участниками проекта «Школа молодого лидера». Проект стартовал в мае и продлится до конца октября. В школе молодого лидера участвуют 20 жителей Ненинского автономного округа. Это юноши и девушки из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях региона. В неформальной обстановке детского технопарка «Кванториум» с активистами встретился губернатор округа. Как сообщает пресс-служба окружной администрации, Юрий Бездудный поинтересовался, какую профессию выбрали ребята и планируют ли после окончания учебы возвращаться в родные муниципалитеты. Главный вопрос – трудоустройство. Ребята выбрали для себя специальности, которые всегда будут востребованы в нашем округе. Оленеводы, трактористы, повара, медсестры, преподаватели, воспитатели. Проект «Школа молодого лидера» реализует Ассоциация ненецкого народа ИСАВЫ под руководством ее президента Юрия Хатанзейского. Ребята учатся основам социального проектирования, развивают коммуникативные навыки и лидерские качества. В Ненецком округе в период с 17 по 23 мая прошла шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения, темой которой является снижение скоростного режима в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. В рамках мероприятий, приуроченной к глобальной неделе безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД совместно с юидовцами провели флешмоб с целью напомнить скоростные ограничения. «Сегодня госавтоинспекция совместно с юными инспекторами дорожного движения «Дюц Лидер» решили провести флешмоб под названием «Скорость, сохрани жизнь», чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения главной темы». На сегодняшний день одной из самых главных причин аварии на дороге – несоблюдение скоростного режима. В наше время очень важно быть бдительными и приучать молодое поколение к правилам безопасности. «Мы участвуем в акции, во-первых, по безопасности, чтобы все были внимательны и осторожны. Нужно остановиться, посмотреть налево-направо, рассчитать, какая скорость автомобиля. Если он едет очень близко и большая скорость, надо остановиться и подождать, пока он проедет, либо остановится полностью. Потом, когда все автомобили остановились, надо перейти спокойно дорогу, но не бежать, а быстро в шагах». Наряду с юными инспекторами дорожного движения флешмоб подхватили и добровольцы. «Мы будем использовать трафареты, а также у нас есть баллончики. С помощью этого оборудования мы будем наносить на асфальты различные рисунки, которые будут, скажем, наглядно показывать детям, что необходимо слезть с транспортного средства». «Теперь в городе перед каждым пешеходным переходом есть предупреждающие знаки для пеших участников. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения». Перед началом отпускного периода сотрудники этнокультурного центра решили провести литературное путешествие с Татьяной Окладниковой. Авторский вечер, на котором гости смогли не только услышать путевые очерки из уст автора, но и узнать какие-то интересные истории, связанные с поездками публициста. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Публицистическая деятельность Татьяны Окладниковой началась более 15 лет назад. Тогда она побывала в одном из самых живописных мест необъятной России. «Очень любопытно. Я впервые съездила, ну это где-то вот в 2005 году, поехала на Байкал. Когда я приехала на Байкал, а, Лев Николаевич Толстой как-то сказал, можете не писать, не пишите. Я следовала его заветам. Но, посетив Байкал, я была настолько переполнена эмоциями, что я написала очерк о посещении Байкала и отнесла, скромно отнесла нашу газету «Нарьяна Виндзер». С того момента Татьяна Окладникова всегда ездит в свои путешествия с блокнотом, чтобы записывать свои чувства, наблюдения и мысли, которые появляются во время ее поездок. Как заметила одна моя знакомая, специалист в этой области, профессиональный журналист, у тебя путевые очерки с таким оттенком социальности. Потому что я не только пишу о том, что вижу, наверное, скорее всего, о том, что чувствую и наблюдая за жизнью, которая протекает вокруг моих путешествий. Татьяна Окладникова путешествует по историческим местам России. Бывает в тех городах, где когда-то создавали свои творения великие поэты и писатели. По местам, где ходили персонажи из художественных произведений. «Так получается, что я очень много езжу по Подмосковью. Вот дворянские гнезда Подмосковья – это своеобразный такой культурный пласт в истории нашей страны. И получается, что, приехав в Москву, можно очень быстро купить небольшую путевку, два-три дня по Подмосковью. Это Тула, конечно, Толстой, Тургенев, Орел, его называют литературной столицей нашей Родины». В литературном объединении Заполярья состоит порядка 50 талантливых авторов. Этнокультурный центр старается проводить авторские вечера для каждого. Обычно это приурочено либо к юбилею автора, либо к публикации новой книги. Но для Татьяны Окладниковой сделали исключение. У Татьяны Окладниковой давно не было таких вечеров. Человек она очень тоже занятой. Но вот сейчас вот она любезно согласилась рассказать нам в период перед тем, как вот люди выбирают свои, может быть, направления для путешествия в летнее время. Она расскажет нам о замечательных литературах в местах России. И может быть, для кого-то это будет просто познавательно, а для кого-то это будет стимул, чтобы совершить подобное путешествие. Благодаря путевым очеркам Татьяны Окладниковой люди переносятся в места, в которых они или никогда не были, или наоборот оживляют свои старые воспоминания о путешествиях. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Что нам дождь, что нам гром. Легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, прошел в экстремальных погодных условиях. И несмотря на гром и дождь, участие в мероприятии приняли более 130 спортсменов. Забег организовала спортивная школа Олимпийского резерва «Труд». Подружки Евелина и Катерина – юные участницы забега. Финишируют одними из первых. Участников забега поделили на четыре возрастные группы. От 10 лет и младше, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 и от 18 и старше. Дети пробежали около километра, дистанция взрослых – 1 километр 800 метров. В конце было сопротивление сильно большое, не очень было удобно бегать. Сопротивление было очень большое. Много было людей, и впереди немножко не бежали, поэтому немножечко запутались первые, кто бежал. А так немного тяжеловато, и ветер в конце поднялся сильный. Маленьких спортсменок от всей души поддерживала мама Кати Светлана. Сегодня в забеге у нее участвовал еще и сын Костя. «Болела я, конечно, за своих и вообще в целом за фигуристов. Они молодцы у нас, как всегда, первые прибежали. Мы болели за них, конечно». «Не пугала вас погода? Думали участвовать, не участвовать?» «Нет, не думали. Мы всегда участвуем в любую погоду. Взяли куртки, то есть нет, немножко прикрыли от дождя и потом вперед бежать». Тем временем финишируют взрослые спортсмены. Трасса не длинная, но сложности добавляет погода. Порывы ветра, раскаты грома и мелкий дождь. Иван Детков финиширует первым. Говорит, что сомнений, участвовать или нет, в забеге не было. Регулярное занятие лыжами его закалили. «Трудно, потому что подготовки вообще не было. Я не бегал, в основном кроссы, ездил на велосипеде. И концовка была очень тяжелая». «А вы от себя ожидали, что первым прибежите или нет?» «Нет, я вообще не рассчитывал на первое место. Я думал, как бы добегу и добегу». Среди участников забега вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов. Говорит, что старается принимать участие в подобных мероприятиях. Ведь это не только дань памяти героям Великой Отечественной войны, но и пропаганда здорового образа жизни. «Трасса простая на самом деле. 2300 метров. Два километра – 300 метров. Очень просто. Но надо больше, чаще заниматься спортом. Более ритмично, чтобы повышать выносливость. Ну, добавил перца дождь, пыль. Там нас намочило, чуть подышали песком возле поворота. Ну, все отлично. «Ну, вы своим результатом довольны?» «Я не знаю свой результат, но я где-то в серединке. Как и в прошлый раз. То есть я, в принципе, доволен. Добежал – уже молодец». Массовые забеги, посвященные Дню Победы, спортивная школа Олимпийского резерва труд проводит уже более 10 лет. «Эти физкультурные мероприятия нужны. Это популяризация физической культуры, спорт и здоровый образ жизни. Это основное. Плюс люди приходят, общаются, разговаривают. Это тоже одна из хороших целей». Победители легкоатлетического забега отмечены медалями и кубками. Все участники получили сладкие призы. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». «Зеленая весна». На Ринмарце присоединились ко всероссийской экологической акции. Активные жители улицы Швецова вышли на субботник. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и всероссийской акции «Зеленая весна». Неразговорчивый, но трудолюбивый Паша Тихомиров взялся за грабли одним из первых. Надо как можно быстрее убрать территорию на детской игровой площадке. «Делаем добро людям. Гуляли сегодня». Его товарищ Илья Канев тоже в первых рядах. Мальчик старательно убирает сухую траву. И советует всем выбрасывать мусор в урны. «Я убираю мусор, чтобы наш город хоть на чуточку был чище». «Много мусора, как ты смотришь?» «Да». «Кто намусорил?» «Ну, мне кажется, больше всего это какие-нибудь дети». Несмотря на дождливую погоду, жители микрорайона активно присоединяются к уборке территории. Ведь детская площадка – место отдыха и досуга для многих семей. «Когда выгуливали своих домашних питомцев, чтобы ходили в зелёную зону, но не здесь во дворе. Очень много гадят во дворе собаки». Уборку территории инициировали жители дома и депутат городского совета. Наговорили с управляющей компанией, чтобы те оказали помощь в уборке песка и крупного мусора. «Здесь, как мы видим, по ветров разрушенный дом под переселение. Там очень много мусора скопилось. Отработали с управляющей, должны сейчас подъехать на тракторе. После зимы убрать кучу песка прилегающей территории. Вот так активные жители. Сегодня погода подкачала, до этого два дня было лето на Ленмаре. Сегодня, как обычно, осень». Также на субботник пришли волонтёры регионального молодёжного центра. Они провели мобильное голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды прямо в микрорайоне». «Мы проводим голосование в микрорайонах. Две детские площадки и обустройство прогулочной зоны на лесу Сахалина». «Много человек проголосовало?» «Мало». «А почему мало голосуют?» «Они отказываются». Напомним, одна из территорий благоустройства – спортивная площадка в старом аэропорту. За этот проект проголосовали уже 463 человека. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И на этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова